всем привет 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 миллион миллиард приветов это видео выходит 1 января я пока мир очень надеюсь что я успела смонтировать и это все плюсы мультфильма зверополис я решила что 1 января после нового года нужно что-то такое легенькое посмотреть прикольненько и миленькая под мы будем смотреть именно этот видос надеюсь что новый год у вас прошел хорошо и вы уже успели выспаться потому что это видео явно выходит вечером либо второй половине дня с утра я точно его не да не забываем подписываться ставить лайк комментируйте подписывайтесь в описании у нас есть чайок я его еще не выпила нет я его еще не выпила он еще есть пьёчек может быть что-то покушать тем более что может быть вы проснулись только сейчас после отступания после нового года и нужно что-то посмотреть его будете например завтракать обедать ужинать короче кушать после того как проснулись собственно если кушать это всем приятного аппетита мы начинаем да я помню для точнее мы помним добавила нормально вообще на самом деле люблю этот мультик он прикольный зверопой зверопой же есть еще мультик вот он мне не очень понравился дисней одна из немногих студий которая локализовывает видеоряд для других стран причем в течение всего мультфильма текст будет преимущественно на русском да а я думаю это каждая страна адаптирует типа дисней шрифты дай я щас их сделаю тоже мне кажется очень затратно на других языках делать очень важная информация для лучшего понимания устройства мира особенно для юных зрителей очень классная аналогия с нашим миром на самом деле это не просто доступным языком рассказать ну да человечество от первопытных времен до человека современного хотя иногда так на некоторых смотришь и понимаешь что кто-то не до эволюционировал данного вида конфликт мечтающий ребенок и переживающие родители очень распространен приятно видеть такие житейские вещи ну вообще да эти кролики это что-то с тем животных вещей остались прежними например ролики по-прежнему размножаются очень быстро как и всем место хватает если их не едят она еще и обзывает хорошая подача развития персонажа джуди попав на тяжелые испытания не просто взяла и стала сильнее ну да правда как-то коротко показали свои преимущества а именно хитрость небольшой размер и сильные ноги созданные прыгать программа равные возможности для разных зрителей дала первый ощутимый результат давайте мы два рашки че устали да блять что там падает постоянно я вроде не задеваю ничего волосами что я вижу это же сюжетная заготовка для всего фильма причем со смыслом типа поднимают тему угнетения меньшинства во всех смыслах это очень важно мое уважение мое уважение мое уважение эти вот дверки для самых маленьких вот этих вот хомячков и виллы нам вещи будут преобразованы должным образом под зверей всех ну да от мелких грязунов до огромных слонов мое уважение мое уважение мое уважение мое уважение мое уважение мое уважение Да да кстати я этого не замечала Ну музыка, кстати, здесь крутая, в этом мультике. Я буду, если что, пританцовывать, да. Не, ну это уже бан. Мбан за слишком хорошую реализацию идеи универсального мегаполиса. Ну так, наверное, тяжело это все поддерживать, ну ладно. Ну только лепить холодную зону рядом с горячей было странно, ну ладно. То, как аниматоры реализовывали различные идеи, заимствованные у самой природы. А именно, ледяные реки с плавающими ледяными... Ну их, наверное, будет легко в холодную воду. Мое уважение, мое уважение. Дети хомяков, мои маленькие айфончики. Я тоже хочу такой. Ну нет, маленькие айфончики. Я вообще айфоны не люблю, как-то это колхозно. Я фанат самсунгов, если что, да. Ой, мы, кролики, обходим тему ушей, потому что они у нас, ну, как бы сказать... Йох-йох-йох, юмор для взрослых. Ну и рофлые, у них зебра в виде зебры. А я не замечала. Блин, это забавно. Этот слоник другими делами занимается. Я, кстати, мне в ТикТоке... Мне в ТикТоке попадалась девушка, по-моему, если не ошибаюсь. У нее вот этот вот лис белый есть. Это белая лиса, забыл, что она называется. Еще мне двое людей попадалось. И в Ютьюбе, и в ТикТоке, у которых обычная лиса дома живет. И такие милые. Я по себе лису завела, но такой геморрой. Вообще, любое животное там следить нужно. Но лисы еще вредные такие, пиздец. Прям как я. Так, красное дерево. А они запаха не чувствуют? С обманом повелась не только Джуди, но и все зрители во время просмотра. Мое неуважение. С ним по-доброму. А он обманывать. Ну ты и врун. Сейчас, ребята, я переберусь в Зверополис, где все звери живут в гармонии, как одна дружная семья. Всем плевать на нее и ее мечты. Скоро они разобьются о реальность, где ждет морковная ферма. Вот твоя судьба. Интересное развитие событий, причем со смыслом. Ведь на самом деле это распространенное мнение, что в другом месте жизнь будет ярче. А на деле... А еще мнение, что если ты куда-то переедешь, то сразу резко жизнь улучшится, проблемы решатся. Ой, как мило, я не замечала. Ну, в общем, что ты переедешь, твои проблемы решатся, а их в итоге в два раза больше становится. Интересная деталь номер 32. Бараны стоят рядом с тем магазином, а он дюк и украл ночных горлодеров. Напомню, что они... А-а-а-а, блин, прикольно. Я на самом деле, когда смотрю, я много чего не замечаю. Моя внимательность просто в жопе. А-а-а, благодарю. Деталь, что сыграет свою роль в будущем. Да, я помню. Незначительная, значительная сюжетная заготовка. Кому нафиг нужны эти луковицы, а потом окажется, что это со смыслом. Я хочу не штрафовать машины, а заниматься нормальным делом. Я вас спрашиваю, капитан. Я найду его. Найдите Энта, верните. Как вовремя появилось. Нет, ну мне кажется, им наоборот нужно нанимать больше таких полицейских, которые маленькие животные. Они же не отправят бегемота в район к хомячкам. Он их там подавит всех. Ой, блядь. Улик ноль, свидетели ноль. Мороженое. Неплохое. Еще один классный двигатель истории. Дело в Идрингтоне было столь неподвижным, так как нет ни улик, ни свидетелей. Незначительное мороженое никто не посчитает уликой, кроме самой Джуди. Да. Лично встретила самого продавца мороженого и, следовательно, свидетеля. Нет, мы кролики, конечно, глупые, но умножаем неплохо, но не суть. Да вообще пиздец, как вы хорошо умножаете. Умножает неплохо. Угу. Бра. И снова ловко написанный шаг вперед по ходу сюжета. У сценаристов стояла задача заставить Ника Уайлда работать с Джуди с учетом того, что он наглый, эгоистичный лист. Ну да, он бы так просто не согласился. Шантаж. Это всегда работает со всеми. Ну это же животные. Это просто не слов. Как видите, Нанга слониха, а у слонов память фантастическая. Он был позапрошлую среду, умнишь? Нет. Еще Гаустов был зеленый, вот и какой узенький, тоже из звезета. Ты помнишь, Нанга? Нет. Значит, 2, 9, B и G, все потому, что у Нанги память, как стальной капкан. Мне такую, но надо слоном родиться. Вроде как забавный момент, может быть, отличная память, а на самом деле она хороша у Якса. Но фраза про надо слоном родиться меняет представление об этой сцене. Ведь это посыл о том, что неважно, каким или кем ты родился, ты можешь достичь всего, что захочешь. Стой. Они что, все? Чтобы это было самое страшное испытание в своей жизни. Рады? Очень. Я бы тоже башкой билась об стол. G-03. 3. 3. Эй, блин, загадку хочешь? Что? Не отвлекай. Блян, он такой прикольный. Вообще ленивцы такие прикольные. Он такой забавный. Хитрость. Если тут был Выдрингтон, день у него был мягкий. Интересная деталь номер 68. Ник видит все царапины даже без фонарика Джуди, так как у него есть ночное зрение. Кстати, да. В резюме для поступления на службу. Блин, я не замечала этого. Точно он же лиз. Да. Что это так круто выглядит? Я не могу. Вон, на пол. Он словно здесь ободрал машин. Эволюция, эволюция. Но внутри мы еще те же животные. На самом деле, да. Даже в мире людей это правда. Мое со смыслом. Ну да. Хочу узнать, что случилось с Выдрингтоном. Интересная деталь номер 419. Каждый раз при предчувствии неладного у Джуди дергается нос. Как и здесь, здесь и здесь. Да ладно. Блин, а я, кстати, тоже этого не замечала. Ну кроликов же реально. При том, что ты лис. Что? Если ты за правду надеялся, что мы поверим лису, то ты глупый не только с виду. Предыстория Ника, раскрывающая несправедливость не только со стороны хищников, но и со стороны травоядных. Благодаря которой зритель в дальнейшем может засомневаться в движении травоядных против хищников. А также отдающая... Ну да. Плюс один к лаконичному ходу действия. Угу. А это, кстати, момент тоже овирусился в ТикТоке. Все же интересно сделали, что характеры персонажей так или иначе соответствуют самому животному. Лев как царь зверей, лис как хитрый афилист, медведи как вышибалые и так далее. В таких спортивных костюмах. Представители семейства хищников. Они предрасположены. Полагаю, так. Можно подробнее? Ты бы хоть обсудила, что будешь говорить за юж? Причем в прямом смысле за юж. Ну, блядь, слушайте, безопасность есть безопасность. Значимый конфликт между Джуди и Ником, перекликающийся с мотивами мисс Барашкис. Завести раздор между хищниками и травоядными. Лосиху, пострадавшую от лап разверенного медведя. Это очередная жертва внезапного всплеска насилия. Нифига, медведь в спортивке с тремя полосками. Россия, священная. И он умчался, что-то крича про ночных горлодеров. Вот кого боялся манчет, волков. Волки, ночные горлодеры. Да, Терри такой цветок в детстве съел и взбесился. Иди-ка искусал твою маму. У нас их ночными горлодерами зовут. Так горлодеры не волки, а цветочки. Ну, точно. Хотя волков тоже можно такими назвать. Сюжетный поворот, меняющий представление обо всем мультфильме. Как и о месте заточения одичалых, о встрече выдрингтона с мистером Бигом и о краже тех луковиц из магазина. Буквально все встало на свои места. И я, наверное, просто глупая кранчиха. И я, наверное, просто глупая кранчиха. Глупая кранчиха. Не переживай, Марков. Отдам, сотрю. Символическая зеркаливания. Да. Блядь, как сестра. Да, кстати, это так забавно. А да? О, я не слышала, кстати, про эту картину. Никогда. Ну, ладно. Во все тяжкие референс, мое уважение. Да, кстати. Что-то я бы не подумала, засмотрела. Ну, ладно. Крутая аналогия первобытных людей с древними мамонтами. Бру. А как вы узнали, что мы здесь? Позвольте ваш чемоданчик. Да-да, что вы. Взять их. Бойся. 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 Я буду просто постреливать к хищникам, чтобы они зверели. Вот они, малыш. Хочешь знать, чем стрельнула? Голубикой. Я сама выращивала. Кому из нас поверит все? У-у-у. На, слушай. Я буду просто постреливать к хищникам, чтобы они зверели. Угу. И тут уже как... Как эта полиция уже нарисовалась. Обладающая невероятной насущенностью. Во-первых, повторение начальной степени. Сцены, причем с иронией. Угу. Сюжетный поворот с малозаметной голубикой в виде патронов. В-третьих, еще одно ловкое использование диктофона как элемент двигатель сюжета. Весь фильм мы получали информацию ради этого момента. Рэксон, Гиппинс, Волкас, спецзадание. Прост. Волк в овечьей швейке. Ха-ха, спасибо. Углейскому фразеологизму. Между тем, митинг мира, который организовала поп-знезда Коселье, всколыхнул волну обезьян. Верните мне мой зверополис, который я так люблю. Добрый вечер, зверополис. Конечно же, у нас концерт начинается. Ну, наконец-то. Музыкальный концерт в конце имеет сюжетную основу. Это не просто хэппи-энд, а концерт в честь завершения митингов против разногласий между классами животных. Ну и сама песня, конечно же, офигенная. Ну, то да. Я уже говорила про эти... Про то, что песни спитые. О, да. Дисней даже упомянула актеров озвучки для каждой локализации. В нашем случае актеров... Да ладно, это они делали. Я думала, опять наши делали. Нихуя себе, блядь. Как много открытий. Сколько получилось плюсов? Сейчас. Пятьдесят четыре. Ну, неплохо. Да-да-да. Ну, короче, вот такая получилась реакция. В принципе, в принципе. Я, ну, что-то знала, что-то нет. Что-то заметила, что-то нет. Ну, прикольно, кстати. Пишите свое мнение в комментариях. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok